Для того, чтобы покататься на льду, далеко идти не надо. Вышел из дома и сразу на тротуар. Понятно, что весна преподносит свои сюрпризы. Плюсовая температура и солнце топят, снег. Однако на утро снежное масло уже превращается в гололед. Идти скользко, не то что перемещаться на машине или на общественном транспорте. То есть, с дорожным службом есть на чем работать. Если бы вовремя убирали, такой слякоти бы не было, конечно. Я уже падал. И знаете где? Вот магазин «Орбита». Там водослив сделан, а канавочки в тротуаре нет. И с водослива вода растекается, за ночь подмерзнет. Природу, конечно, можно одеяться, но самим-то плашать не надо. Я считаю, что это кошмар какой-то. Все-таки девушки ходят, извините меня, и на каблучках. Хочется весна, показать ножки. А по таким дорогам разве можно? К таким тротуарам и дорогам привыкать не хочется, но приходится. Коммунальщики утверждают, с утра центр города подсыпан, особенно в теневых местах, куда солнце не заглянет. Местами приходится откачивать воду, но везде не успевают. Законы природы никто не отменял. Мы, конечно, стараемся и подсыпать, и счищать. Ну, ясно, что объемы такие, в данный момент сезонные, что справиться очень трудно. Другая беда сосульки. Следить за ними, точнее за их отсутствием, должны управляющие компании или владельцы зданий. Однако они или не видят ледяные наросты, или не хотят видеть. Ну, конечно, опасно. Ну, как же не опасно? А чем опасно? Ну, как чем? Кто-нибудь пойдет и попадет на голову? Проходить туда. Очень даже опасно. Сильно может ударить? Может, даже смертельно. Всяко может получиться. Сейчас проезжая часть вроде бы высохла от снега и гололеда, однако инспекторы уже предостерегают о похолодании. В среду обещается понижение температуры, соответственно, будет гололед на наших дорогах. Водители, кто собирается в дальние поездки, если это возможно, отказаться от этих дальних поездок. Но если все-таки это необходимо, конечно же, двигаться с соблюдением правил дорожного движения. Сегодня в Таштыбском и Аскийском районах идет дождь. Ухудшение погоды ожидается и в соседних регионах. Кстати, насчет весны мнения разошлись. Спасатели говорят, что она будет дружная, а синоптики, наоборот, затяжная. Так что в ожидании сухих улиц и дорог придется ждать еще как минимум месяц. Катерина Ярушина, Владимир Байкалов, Наталья Курцева. Новости, 7-й телеканал.